всем привет сегодня у нас 11 сентября 2020 года украина город кременчуг вот решил показать вам сорт диплоидной сливы сорт под названием точисан решил я в этом году снять показать его урожайность несмотря на весенние возвратные заморозки в минус 9 хотелось показать вам как он себя показал при данных неприятных условиях в эту весну это правда дерево растет у отца в саду мое дерево было в том году полностью обрезана после моего видео которое вы надеюсь видели какая была загрузка в том году люди увидели все полностью проскупали весь черенок то есть мне в этом году дерево дала там буквально два десятка плодов ну захотелось показать мне реально урожай какой может быть в этом году при таких условиях ну решил показать у отца в саду данный сорт у отца в саду он растет можно сказать на солнышке тут много попадает солнца и сейчас покажу какой он может быть с каким румянцем вот я обошел там где попадает солнышко вот такой может быть окрас у тучи сана при солнышке если он будет посажен на солнышке с румянцем с розовым дерево урожайное кстати с этого саженца я брал себе черенок который прививал в сливу вот сейчас покажу и я получил на один год раньше урожай те чем мой отец он покупал этот саженец я у него брал черенок и прививал свою сливу то что я показывал в том и позатом году у себя урожай в целом сорт крупный урожайный вкусный поздний может храниться около месяца в подвале я проверял в том году также может висеть на дереве сейчас 11 сентября может висеть до конца сентября на дереве в принципе он не осыпается не опадает может подгнивать без обработок свитчем возможно плоды могут поднимать и довольно таки сильно то есть нужно как минимум 1 2 обработки чтоб сорт остался на дереве не гнил именно урожай какой висит дерево толком не обрезалась дерево не формировалась но урожают видите какие красавцы лимончики висят так же самое на нижних ветках отец мне не дал с этого дерева резать черенки продавать говорит нахрен не твои черенки я хочу плоды короче говоря плоды у него есть у меня нету пуши все посрезал на черенок гляньте вот нижняя ветка идет земле в бурьяна вон сколько сколько плодов так ну что сейчас нарвем так нарвем положим на веса в этом году посмотрим какой у него вес крупная ну тут я так понял без полива размер на по 150 по 140 не будет как у меня ну посмотрим вот так сейчас я нарву и уже продюстируем в этом году вот решил показать вам урожайность этого года правда не у себя в саду саду отца вот так вот он может показывать красавец сорт конечно классный вот такой вот румянец у него может быть на солнце у меня дерево туши показывал два года подряд она растет полностью в тени на него солнце практически не попадает то у него свет чисто желтый так предозаривание кстати да он тоже неплохо себя показывает улучшается вкусовые качества набирает больше сока он и так сочный данный момент но предозаривание будет еще сочнее и вкуснее данный сорт в этом году есть черенок кого кому интересно звоните пишите по данному сорту сорт проверенный и у меня и отца то есть пересорта быть не может потому что многие торгуют этим сортом но непонятно проверенный не проверенный торгуют саженцы там 50 рублей ну я сомневаюсь у них соответствует сорту так ну хорошо сейчас положим на веса и продюстируем вкус в этом году так нарвал и оплодоваться давайте сейчас посмотрим какой в этом году вес так на включили сам уже блин темнеет так 145 грамм отлично это крупноплодная слива очень крупноплодная даже диплодная слива очень крупная 168 раз почти 170 гляньте какие наверху дерева рвал внизу чуть помельче были по 140 нашел один под вообще такой крупный сейчас вам покажу 139 грамм сейчас все положу примерно вы понимали какой вес у этого диплоида так тут мы посмотрели 137 грамм 142 грамма 134 а вот самый крупный гляньте какой здоровенный 195 грамм вот какой-то часам может быть я думаю при хорошей нормировки можно разогнать плоды до 200 грамм спокойно если хорошо нормировать гляньте ну блин вообще громадины это средний вес там 140 грамм грубо 130 147 139 вес короче шикарный плоды вот это вот самый крупный плод гляньте какой шарик давайте его и разрежем так только же снимал сорт сливы все весь нож грязный так давайте то часам разрежем вот какая мякоть гляньте сочная так вот этот и за ним еще он уже в принципе полностью спелый может еще хранится в подвале так же самое может висеть на дереве гляньте какие плодяки красивые класса ну такой помягше косточка вообще в этом сорте очень маленькая по сравнению с самой мякотью то о кстати червевый под попался на сервячку так давайте сейчас посмотрим по соку гляньте течет сок сорт очень сочный давайте попробуем по вкусу сладкий кислоты нет вообще шкурка хрустит мякоть очень мясистая вкус чем-то напоминает абрикосовый нотки абрикосов присутствующие этому сорту ну и другие какие-то вкусовые качества какие-то нотки других это фруктов но непонятно таких оно все смешанное но вкус реально реально достойный реально вкусный этот сорт действительно стоит внимание для любителей садоводов для промышленников сорт крупный товарный у меня никакие плодяки просто ну сорт очень очень классный может быть с таким носиком может быть с румянцем на солнышке ну сорт полностью выспел сейчас хороший отличный есть черенок кого заинтересовал кто первый раз видит этот сорт звоните пишите то есть мы продаем реализуем черенки этого сорта сорт поясине классный гляньте гляньте все бежит сок белого прозрачный белого белого говорю прозрачный неокрашенный косточка косточка когда плод полежит она в принципе отделяется сейчас она еще с мякотью вот так вот а если дать ему полежать недельки две три или выспеть на дереве то косточка в принципе отделяется гляньте какая мизерная косточка по сравнению с самим плодом вообще ее практически не видно кому понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал всем спасибо за внимание всем пока